Фестиваль народного творчества «Национальное достояние» проходил с 1 ноября по 8 декабря в рамках года родных языков и народного единства в Татарстане. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители, учащиеся 9-11 классов, студенты вузов и средних специальных учебных заведений регионов Приволжского федерального округа. Проводим уже более 10 лет данный фестиваль. Нас очень радует то, что несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку удалось приехать и очно участвуют сегодня на галоконцерте многие творческие коллективы из ряда регионов нашей необъятной страны. А в целом более 150 заявок в разных номинациях было подано на наш фестиваль. Были присланы работы из Башкирии, из Чувашии, из Мордовии, далее из Нижегородской области, из Мариэл, но даже в этом году были работы из Узбекистана. Фестиваль проходил по нескольким номинациям, вокально-инструментальное исполнительство, вокально-инструментальный ансамбль, хореографическое, театральное искусство, художественное слово и другие. Традиции, культура, без знаний той истории, которую даже сегодня за маленький вот этот пролог мы узнали, посмотрели всю красоту истории нашего Поволжья. На очный этап прошли только самые-самые лучшие. Компетентное жюри отобрало самых сильных, самых классных, самых лучших. И сегодня они будут выступать на сцене Института филологии и межкультурной коммуникации, представлять свои номера также членам жюри и студентам нашего института и университета. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.